Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я очень обиделась на подругу, с которой дружим уже 50 лет. Ситуация следующая. Мы давно уже хотели поехать вместе отдохнуть. Живем мы без мужей, я в разводе, она вдова. Разговоры о совместном отдыхе у нас уже шел давно. Мы уже и путевку хотели купить, но вмещалась пандемия. Я обычно провожу лето на даче, она еще работает. В прошлом году в июне ездила отдыхать с своей коллегой в Калининград. Приехала с массой впечатлений и произвела мне фото. На мой вопрос, от чего мне не предложили вместе поехать, она ответила, что сама сила на хвост и просто было неудобно меня... Неудобно с меня брать. Наверное, вас брать неудобно было. Меня это, конечно, немного задело, но ладно, я по-человечески понимаю, что в таких ситуациях это было бы некрасиво. Она меня убеждала, что я тоже должна туда съездить, так как это очень красивый город. И вот три дня назад выясняется, что они с той же коллегой едут туда же, и опять мне ни слова. Причем, когда я узнала об этом, я опять ее спросила, а чего мне не сказала она, на что она ответила, что договорились ехать вместе. Вот тут мне сейчас стало действительно очень обидно. В течение всего года она взяла меня то в парк погулять в выходные, то еще куда-нибудь съездить, а здесь я побоку. Ты, говорит, все равно на даче. Едут они в октябре, я с дачи могу уехать в любой момент, меня ничто здесь не держит. Короче, я не хочу теперь с ней общаться. Она мне звонила, но я не взяла трубку. Как представлю, что она опять будет мне слать фото со своего отдыха и вдохлеб рассказывать, как она прекрасно провела время, на душе становится тошно. Вот тебе и 50 лет, дружба. Справедливости ради, хочу сказать, что она меня всегда поддерживала в трудной ситуации, как и я ее. Но что случилось сейчас, не знаю. Может, я слишком принимаю близко к сердцу все, вот и не знаю, как мне сейчас себя с ней вести. Ну, я думаю, что, когда люди дружат столько лет, а у вас 50 лет дружбы, это на самом деле впечатляющая цифра. Вот, совершенно удивительно, как вы смогли пронести через такое большое количество лет дружбу. Так вот, мне кажется, что человек хотя бы в память об этих годах достоин того, чтобы вы ей сказали прямо, что вас это за дело. Чтобы вы откровенно ей сказали, как обстоят дела. Конечно, я ни в коем случае вас не заставляю. Это вам решать, говорить ей или нет. Но на мой взгляд, друзья тем и отличаются от других людей, что друзьям можно сказать то, как на самом деле вы себя чувствуете. Другой вопрос, хотите ли вы этого? Это уже другой вопрос. Следующий момент. Есть ощущение такое, что вам как будто бы самой не очень хорошо на даче, то есть как будто бы вы сами хотите куда-то поехать. Я не очень понял, исходя из вашего текста, хотите ли вы поехать куда-то с подругой или просто хотите поехать куда-то, ну, условно говоря, развлечься. Вот. Но, тем не менее, мне показалось, что больше вы говорите о том, что как-то вам скучно. То есть вы как-то хотите разнообразить свой досуг. И такое ощущение, что очень много в этом вы накладывали и накладываете, продолжаете это делать на свою подругу. Тут, конечно, история про то, что вы можете, вы можете это делать, но подруга-то вам, в принципе, ничего не должна. То есть она может, она может как-то поучаствовать в организации вашего досуга, а может и не участвовать. Это ее право. Понимаете? Это ее право, не обязанность. А мне кажется, что вы от нее чего-то ждете. То есть здесь основная причина для обиды, основная причина для обиды всегда, это ожидание. Ожидание, которое не соответствует к сожалению или к счастью, не соответствует реальности. Ваши ожидания не соответствуют реальности. Вот. И, соответственно, именно то, что ваши ожидания не оправдались и порождают обиду. Вы ожидали чего-то другого подруги. И момент здесь заключается в том, насколько вы готовы самостоятельно решать свои проблемы, самостоятельно улучшать свой быт, самостоятельно организовывать свой досуг. Хотите ли вы этого или нет? Мне кажется, что обиды было бы меньше, если бы у вас была такая возможность. Но судя по тому, что вы описываете, такой возможности у вас нет. И из-за этого вы чувствуете себя оброченной, из-за этого вы, ну, может быть, чувствуете себя ненужной и так далее. Вас можно понять. Я ни в коем случае вас не обвиняю, не говорю, что вы какая-то плохая, но я говорю о том, что возможно, только возможно. За что вам стоит подумать в этом направлении? А не слишком ли сильно вы сейчас зависите от своей подруги? В том, что касается, например, ну, допустим, досуга, да? То есть вот не слишком ли вы зависите? Это, как мне кажется, очень важный момент. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что ситуация, конечно, двоякая. Если действия вашей подруги попадают под, скажем так, такие ценности вашей, которым подруга не отвечает, то есть если подруга ваша своими действиями условно говоря нарушает, не соответствует тем ценностям, которые у вас есть, я имею в виду ценностям, ну, общечеловеческого какого-то поведения, да, вот, ценностям какой-то вот, ну, давайте скажем, давайте скажем морали, вот, то в этом случае целиком и полностью ваша ответственность действительно с подругой больше не общаться. Вот. Если же вы чувствуете, считаете, что это просто история про то, что вы близко принимаете все к сердцу, то есть вас это задевает, как вы говорите, говорите, то, 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 что вас задевает, свидетельствует о том, что где-то вы себя сами упускаете. И обращать внимание нужно на это. Когда человек принимает что-то близко к сердцу, это означает, что он слишком сильно полагается на что-то вовне и не полагается сам на себя. Конечно, в таком случае вас будет задевать, вы же уязвимы по сути. Вот. Такая вот история. Еще мне показалось, что несмотря на долгую дружбу, вас с подругой формальное общение. Мне так показалось. То есть мне не показалось, что у вас прям, знаете, такие искренние взаимодействия. Мне не показалось, что вы друг с другом условно говоря откровенны. Я могу ошибаться, я могу чего-то не знать, но вот мне, по крайней мере, исходя из вашего текста, так показалось. Если это правда, то это тоже нужно корректировать. Как вы, наверное, поняли, ключевая моя мысль заключается в том, что при таком большом стаже дружбы ваша подруга как минимум заслунивает того, что вы сказали, что на самом деле с вами происходит и что вы чувствуете. А дальше, дальше уже все зависит от ее обратной связи. Вполне возможно, что ваша подруга и не подозревает о том, какие переживания у вас она вызвала. Вот. Если это так, то при условии, что вы без обвинений, но донесете это до нее, вполне способны решить проблему. Вот. Но если в целом вы как-то считаете, например, что ваша дружба уже себя изжила, если вы считаете, что вам уже неинтересно вместе и так далее, то в таком случае само собой делать особо ничего не надо в этом случае. То есть понятно, что когда дружба себя изживает, да, вот, то в этом случае действительно порой лучше просто расстаться. Вот. Просто потому, что ничего хорошего уже не будет. Но вот в том-то и дело, что вы знаете, я почему-то не уверен, что ваша дружба себя изжила. А вы уверены, что готовы расстаться с человеком, которым вы столько лет вместе. Понимаете? вот такая история. Поэтому действительно решать это в принципе вам. Только вы можете решить этот вопрос, вам решать. Будете ли вы находиться в обидах, будете ли вы продолжать обижаться, или вы решите все-таки поговорить и выяснить, что же собственно происходит. Что происходит с тобой, что происходит со мной, чего хочешь ты, чего хочу я и так далее. Все это реально. Для этого нужно начать обиде говорить. если вы боитесь допустим испортить отношения, ну, например, окончательно, то в таком случае вполне возможно на мой взгляд пообщаться с психологом, выразить, прожить свою обидь, тогда вам будет легче об этом сказать подруге. Опять же повторюсь, при условии, если вы этого сами хотите заставлять вас, никто не будет. Правильного решения здесь нет, здесь нет и не может быть правильных решений. Любое решение может быть одинаково, как правильно, так и неправильно в сути своей. Поэтому и так важно, чтобы вы решили, что вам лично нужно. Почувствовали, что для вас сейчас больше в приоритете. Не для подруги, не для нас, не для кого-то. исключительно только для себя. Я-то чего хочу? Мне, мне, вот мне, как, как сейчас живется? Я сама сейчас довольна своей жизнью, тем, как я живу? Или нет? Понимаете? на это вам нужно обратить свое внимание. Ну, что если вы не можете с этим разобраться, допустим, сами, то вам в этом поможет, вам в этом вполне может помочь психолог разобраться противоречиях. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго удалось.